Нашивки, которые светятся в темноте, гаишные и так далее, и так далее Слайды вот эти самые, нашивки, такие светящиеся Вот они отбрасываются сюда, не как Вот эти А как это, ваше вопрос, вот это не падает от героя и от камеры? Я думаю, что этот луч по отношению к свету, который стоит на героя Настолько вообще низок по освещенности, что он не читается просто Потому что это вот экран, усиливающий экран Потому что вот эти самые, как катафоты, как знаки дорожные Когда на них падает свет, они сверкают просто А тень не образуется? Нет, тень от актера на экране образуется, конечно Конечно, образуется, но для этого надо вообще рассчитывать расстояние между актером и фоном С одной стороны, а с другой стороны Чтобы свет, который на актера идет, не давал тени А вот от проектора тень актерская на этот экран Она не читается, потому что она очень слабая Она очень слабая Он чаще всего использует фронт на проекте А? Он чаще всего использует фронт на проекте Нет, рер-проекте Нет, нет Ну, сейчас, собственно, рер-проекция применяется очень мало Потому что сейчас существуют совершенно другие способы Блуждающие маски Сочетание просто на компьютере соединения и вообще На постпродакшен, понимаете, два негатива сочетаются Сейчас уже это все делается гораздо проще Но в то время это делалось именно так Причем в этой картине на фронт на проекте Самый главный вопрос Самый главный вопрос Как вы считаете, это натура и павильон или только павильон? Пожалуйста, Север Павильон Даже когда-нибудь в гостинице Или где-то Нет, в гостинице точно павильон Точно павильон Когда-нибудь Я не снимал Таур был рер-проекция Потому что Таур был снят отдельно А они типа шли на полный Нет, ну все равно там же полсад Напомню Я сомневаюсь Там же полсад прям были дома Напомню, кусок Здание Здание дома вот этого английского дома сквер перед ним пролетки все остальное прочесть достаточно общий план с панорамой и проходами который четко идет на солнечном свету это просто выставлено подказали на декорации кадр не менее просто построили большую большую декорацию которые снимают то есть это своего рода построенный город альтернатор натуранова павильон под открытым небом вот так можно сказать то есть это нереальный приятный фрагмент можно дозвать как у нас есть а каким образом светом идет вот этот дневной декорация построена натуре декорация построена натуре а тогда каким образом вообще все туманные дела и тут несколько сложнее потому что существовал реальный дом на натуре который снимался при солнечном освещении в реальное время который позволял вообще достаточно широко иметь панорамы и все прочее и точно этот же дом был воссоздан в павильоне закрытом поэтому все то что относилось к туману и всему стану естественный павильон естественный павильон натура только солнечная она легко читается здесь потому что воссоздать такой эффект павильоне нереально нереально поэтому значит это вы так называемая вы городка натурная она бывает больше меньше но во всяком случае здесь вот все основной фронтон дома угол дома все это натура все это павильон такой павильон который снимался вообще с разного рода туман фильтрами и пиротехникой соответственно и поэтому вот это сочетание натуры реальной и натуры павильонной она дает очень хороший ну ладно я не могу дальше вас задерживать потому что николай будет обижаться скажите а вот на репроекции насчет теней на по поводу репроекции теней там проносили специально насчет от блика на лице я полагаю стал какой-нибудь маленький прибор к рамальдите который я примерно поставил маленький моторчик который просто самое главное помните что хорошо было бы конечно забрать эту картину по драматургии сочетается операторской работой как постепенно нагнетается вот эта атмосфера вот эта атмосфера решение крупных планах ну я уже говорил крупных планах о портретах потому что это галерея тактиза уходит от рисующего уходит в темноту галерея этих портретов это замечательно вообще а освещение парное портретов как вообще когда каждый светится своим цветом извините пожалуйста за то что принимают скажите пожалуйста последнее число а ст 6 6 6 ты же уже знаешь я забыл написывай детали а когда вам можно будет фотографии сказать вы же сейчас сидите к нему николаю да я спрашиваю когда можно я полагаю что вообще сегодня наверно уже поздно будет давайте я там во вторник в среду ну во всяком случае собирайте все собирайте пока что я вижу очень мало над чем почему опаздываешь до свидания почему ты опаздываешь что весна любовь заполнил зачетку заполнил а можно узнать вы решатного проверили мне он очень нравится а мне нет а мне нет а мне нет а потом скажешь почему он тебе не нравится да вот я хотела бы что делать будем показать фотографии фотографии показать это замечательно зачетку заполнил да вот все тогда побежала спасибо до свидания бежи друг мой бежи сейчас сейчас я до завтра я позвоню вам завтра как в ССК приеду я не уверен что завтра я буду здесь так я говорю вам позвоню на мобильный я поеду на НСТ узнаю одну пленку вам позвоню всегда буду рад не забудь пожалуйста если я выясни по поводу пробы так вот я говорю я выясни вам позвоню хорошо а ты лучше у Сергея Валентиновича если это существует забери эти графики хорошо хорошо ну что друг мой знаете что надо нет это у нас первый опыт когда вот так пятикутники у нашего мастера Долины снимают кино и это первый опыт когда в кино будет университетский я не знаю как это я почему говорю да Санчич надо об этом сделать фильм мой родной так это еще надо с вами конечно надо конечно надо конечно надо а мне бы там покрутить конечно надо делать фильм о фильме о том как это делается и все прочее конечно было бы интересно конечно не то что интересно а это надо конечно да конечно конечно да конечно Доктор Александрович на с ней Николаевна поедет на кусочки и вам в коробке пришли да да до свидания до свидания до свидания давайте Вырежать просто вот так вот, всё, понимаешь? Оставлять свечку и... Хотя, в принципе, это всё симпатичное. Замечательно. Замечательно. Вот эти две картины, знаменитые картины, оскароносные, с прекрасным оператором Джозефом Рутенбергом, который снимал эти картины. Блестящий мастер, блестящий мастер света. Разные картины. Большой вальс – это картина, которая доставляла радость и удовольствие вообще огромному количеству людей сразу после войны, потому что эта картина пришла к нам по так называемой репарации. Такой режиссёр этой картины Дювейвье, я имею в виду Большой вальс, и замечательная актриса Карла Донор, которая исполняет главную роль в этой картины. Чтоб я не перепутывал вообще честно. Вторая картина «Газовый свет» – это картина Кьюкра, которого вы хорошо знаете, режиссёра Кьюкра. Если кто-то из вас помнит вообще тот период, когда снималась на киностудии Ленфильм, картина Кьюкра. Господи, Боже мой. Всё. Всё, конец. Конец света. Конец света. Синяя птица. Всё-таки иногда, когда напряжёшься, то есть вроде так, концентрируешь мозги, вы мне что-то ещё вспоминаете. Синяя птица. Картина, которая вообще произвела тоже огромное впечатление не столько на зарубежную публику, сколько на наш отечественный кинематограф, потому что картины начинал снимать Йонас Грицус. Которого вы хорошо знаете по всей Европе, по Гамлету и по королю Лирию. Я просто был очень рад, что как-то наша юность совпала, потому что первые картины, которые снимал Грицус и первую картину, которую снимал я, это были картины в Литве. Йонас снимал картину, так называемую картину, которая называлась по-литовски «Калакутай». «Индюки». А я снимал картину Юнис Енонису о литовском поэте. Дальше, опять-таки, наши судьбы перекрестились на Дон Кихоте, потому что и Йонас Грицус, и я были учениками Андрея Николаевича Масклина. И когда Андрей Николаевич заболел, мы вынуждены были с Юнисом снимать картину. Хотел найти более какой-то элегантный ход, потому что Андрей Николаевич лежал с инфарктом, каждый вечер мы приходили к нему домой и рассказывали ему, что мы делали. Показывали ему, значит, какие-то кадрики, снятые в этот или в прошлый день. Андрей Николаевич комментировал. И дальше мы начинались или продолжались съемки. Грицус сидел за камерой, а я занимался светом. Вообще, эта история, как я попал к Андрею Николаевичу и каким образом на себя попал на картину Дон Кихот, это отдельная история, я ее с удовольствием как-нибудь потом расскажу. Дима, я тебя в следующий раз пускать вообще не буду. Потому что имей совесть. Не обязательно каждый раз опаздывать. Это уже становится как демонстрация. Вот, короче говоря, короче говоря, режиссер Юкор, который снимал на левом фильме картину, которую я вам только что рассказал, Йонас Грицус начал работать на этой картине, но, к сожалению, актеры, которые снимались, там лишь сказали о том, что в руках у оператора нет достаточного количества техники для того, чтобы снимать женские портреты, и поэтому, значит, там возник целый ряд неприятностей. Я считал, что Йонасу надо уходить с картины добровольно, но он считал необходимым остаться на картине, туда приехал уже другой оператор, который продолжал снимать эту информацию. Разговор идет о Кьюкоре. Значит, Кьюкор сделал вот ту картину, которую вы должны сегодня смотреть, это «Газовый свет». Я думаю, что эта картина вам будет. И эта картина, и «Большой вальс» должны вам просто показаться очень интересной картиной для души. Мы обязательно должны проанализировать и поговорить по поводу этих картинок. Я сейчас все-таки попытаюсь подняться наверх к ректору, выяснить, когда он пришел и прочее. А вы за это время постарайтесь посмотреть то, что Николай Николаевич покажет по разговору о седьмом спутнике. А дальше продолжим уже все дружины для его любви и дружбы. Поехали. Когда Адамов выходит из этого самого комендантского двора. Дело в том, что снималось это весной, снега уже не было, поэтому нужно было вообще восстановить всю зимнюю натуру. И все, что вы там видели, это все восстановлено. Это либо мел, либо пам, пам это измельченный такой порошок синтетический, либо значит куски белых тканей, которые нужны. Но фактуры-то нету, снежной фактуры. Так вот, для того, чтобы подчеркнуть эту снежную фактуру, вообще фактуру вот этой зимы, была повешена вот эта самая овечья шуба, она из опчины, где крутой такой мех такой крутой образовывала такие комочки. и она была специально по первому плану повешена для того, чтобы вот эта подчеркнутая фактура вот этой самой шубы, напоминающая фактуру крупного снега, давала бы какое-то реальное ощущение происходящего. А следующий кусок, когда Адамов уходит уже в небытие, ну и естественно строился по принципу «Смерть» это уход в черное, об этом мы с вами говорили, я надеюсь на то, что мы с вами еще когда-нибудь посмотрим Сократа и не полностью будем его разбирать, а будем разбирать просто по пене. Спасибо, Николай Николаевич. Извиняю. Хочешь сказать, что достаточно говорить, да? Нет, нет, это я тут. Короче говоря, мы посмотрим Сократа в тех отдельных частях, которые мне кажутся наиболее любопытными, наиболее интересными. И в первую очередь коснемся вопроса, связанного с постройкой большой декорации на натуре. Или большого натурного комплекса, я бы так сказал. Ну, перестань его, честно. Ну, что за игрушки? Да, где тут? Ну, имей терпение. Потому что в прошлый раз, когда мы говорили по поводу того, как оператор и художник должны относиться к планировке, и каким образом оператор должен в конструкторском бюро разрабатывать декорацию с учетами высот, с учетом постановки приборов, с учетом постановки камеры определенным объективом и так далее, и так далее, что чрезвычайно существенно и важно, то на картине Сократ огромный комплекс натурной декорации, который требовал очень серьезного подхода просто, потому что картина по размерам чрезвычайно велика. Расположить все объекты, которые находятся на площади вот этого самого генуэзской крепости, нужно было достаточно точно и четко для того, чтобы не оказаться потом в процессе съемок на очень невыгодном свете, с тем, чтобы либо декорация была не освещена, либо актеры не были в должной степени вообще отработаны светом и так далее. это действительно очень серьезный большой комплекс, и мы с вами его попытаемся разобрать. Каким образом надо ориентировать вот такую декорацию по свету? Каким образом оператор, потому что никто другой этого делать не будет, такой, каким образом оператор должен относиться к тому, как идет, скажем, по небосводу там солнечный диск, когда, где, в какое время образуется тот или иной свет, каким образом в той или иной части вообще пространства натурного нужно поставить ту или иную декорацию, и как она должна быть развернута по отношению к свету? должен вам сказать, что я очень много времени возился с тем, чтобы была распоставлена вот эта вся натурная комплекса так, как было нужно. И, честно говоря, мне приходилось подчас просто какие-то отдельные вещи, когда уже действительно были забиты колышки, и когда уже действительно были образованы какие-то мысленно образованы были какие-то плоскости в стену, и прочее, уже переставлять на ходу, потому что так умозрительно было очень трудно представить себе, как это все будет происходить в дальнейшем. Тем более, что это не однодневка, а это в течение нескольких месяцев надо было решать вообще, как вообще пойдет солнце, как вообще будут развернуты все плоскости и будут сделаны цел. Но это уже отдельный разговор, я думаю, что вы должны на это обращать серьезное внимание. Ну, ладно. Я говорю, что у меня сегодня какое-то вообще сбитое настроение из-за того, что вот эта самая встреча с ректором, она мне испортила вообще все нормальные просто намерения свои знания. Ну, ладно. так у меня и не состоялось встречи, я не знаю, когда он придет и когда мне надо идти к нему, потому что разговор идет серьезный. Ну вот, и этот разговор во многом касается вас. Где-то человек 12 должен прийти Никита Рождественский, которым я должен с вами познакомить и поговорить с вами по поводу натурных съемок, практик и так далее. Ну, ладно, поехали. Значит, будем сейчас смотреть газовый свет. Еще раз повторяю. оператор Джозеф Рутенбек, который являлся одним из ведущих операторов Америки, оператор, который получал вообще несколько Оскаров за свои работы, оператор чрезвычайно интересный, который очень интересно работает со светом, особенно вот в этой картине. Вот эти две картины, которые мы с вами должны посмотреть сегодня, газовый свет и большой вальс, это две картины, которые составили славу, по-моему, так можно сказать, мировому кинематографу. Я не говорю американскому кинематографу, нет, мировому кинематографу, потому что решение этих двух картин, это, конечно, великое дело. Если учесть, что это еще было не вчера, а Большой вальс, это, по-моему, где-то, по-моему, 1938 год, газовый свет, это более поздняя картина, тем не менее. Ну ладно, будем смотреть. Так, куда эта штучка-то у меня перелетела? Да, я не знаю. Так вот, мне потом на эту ладь. Она где-то улетела, куда-то вниз. Девушка, Александр Ильич, предложение, может, маленький перерычек сделать, мы сбегаем, пока покушим, потому что... Ну давайте, ну давайте, давайте. Хорошо. Держи. Держи. Только действительно маленький. Это не перерыв не для перекуса, а просто для того, чтобы вы могли вздохнуть глоток свежего. У нас осталось тоже с вами сегодня. Очень хорошо. Кто? Это... Да. Падывает. Давай. Какие-то вопросы странные задаешь. По поводу... Складывать? Складывать. Сегодня пошли не день было, я что-то сдавал? Чего? А если ты... А что ты? Просто я не успеваю это сделать. Да это я догадался. Там как-то много немножко. Много немножко. Значит, последнее у нас там, шестое число. Шестое. Шестое число. А, еще я даже хотел спросить. Можно я вам отдам хлебачок и вы передадите Астахову? Потому что я... Мне было плохо после незаветия на СТ. Я его не принесу. А что ты тут? Ну, я живот мой. Это единственное... Ты оставить мне, конечно, можешь. Но когда я увижу Астахову, я не знаю. Я думаю, раньше меня. Ну, я не то, что Астахова, пока он... У нас ребята же ездят к Астахову примерять рефераты. Ребята ездят к Астахову примерять рефераты. Я не оставил Астахову, спросил инженер, который по... Нет, ну, мне ты можешь оставлять, но это, наверное, не лучший способ. Да, я думаю, бы раньше... Это не лучший способ. Ты выяснил, ребят, кто едет к Астахову в ближайшее время. Собственно, не в ближайшее время, а кто едет завтра к Астахову. Я так не знаю. Ну, ты ездил. Я просто инженер, спросил, что... Если тебе не сложно, передай этот бачок. Это Кен Абачок, который... Да, на 30 метров. Да, он говорит, там сказали, что им нужно, они опускали там все барахолки. Ну, я понимаю, да. Кстати говоря, ты поедешь к Астахову, поинтересуйся, пожалуйста, с пробой 16-мм. Они на ней сняли что-то. И должны были отправить ее на Саламонду. Хорошо. А у кого поинтересоваться? А вот я хотела спросить, а возможно такой вариант, чтобы практику проходить у супермехаников у Астахова? У супермеханика, у помощника? Можно, конечно. Ну, мне кажется, что... Так как мы еще ничего не знаем, это будет, ну, по крайней мере, для меня самоподуктивная практика. Да бога ради, то у меня нет никаких вообще запретов к тому, чтобы вы проходили практику там, где вы считаете для себя наиболее целесообразным. Полинка, это, кстати, тоже касается. Ну... Ты еще не знакома с нашей старости? Это у меня первая помощница. Асия, дорогая, которая по телефону вечно путает с нашей приятельницей, которую зовут Лариса. Значит, богатый был. Когда ты звонишь, я говорю, дорогая Ларочка. Потом я понимаю, что это не Ларочка, а ты? Это она дорогая. Спасибо. Можно отдыхать пойдете? Я говорю, ну, куда я пойду отдыхать? Так, подождите, дедушка. Я уже не отдыхаться. Николай Николаевич, попробуй позвонить по телефону 360 у Олеси узнать. Ректор не пришел случайно? Ваня позвонил, сказал, что ему в банкомат выдал фальшивую тысячную купюру. Он там сейчас что-то меняет, в милиции, еще что-то. Что там, какое-то серьезное дело. Ну, фальшивую. Фальшивую купюру его сразу забрали. Он сказал, что все нормально. Сказал, что он выпутывается. Не знаю. Он в банкомат клал по рекламу. Нет, ему выдали фальшивую. Александр Томич, есть? Ага, спасибо. Еще не подъехал? Нет, да. Ну, я думал, что он не подъехал. Вчера приезжали мы с кричей. Понятно. После этого они, значит, устраивали. Понятно. Сегодня он встречу, да. Он сегодня просты. Тоже свою встречу. Ну, хаос меня привлекает. Примечательно. Понимаешь, в чем дело? Я, честно говоря, даже не могу сейчас ориентироваться. Вначале. Ну, это парковка. Для меня это вообще не. Я понимаю, да. Но. У меня же, больно она плоская. Больно плоская. Потому что я убирал экспозицию, чтобы вот... Я понимаю. Я убирал экспозицию, но за счет этого, понимаешь, разберенные все фоны и все стало плоским. Поэтому это как аппликация уже. Ну, я не вижу, где тут чего. Самок по себе, может быть, а ты так и оригинально знаешь. Вот в этих местах сталкер. Да, о нем и думал одно. Оно и чувствует вот это место. Ну, а здесь сталкер перебор. У него нет таких темных станов. А тут? Ну, это ляп уже. Почему? Ляп. Почему ляп? Ну, потому что лишний. Лишний? Потому что слишком много хочет по одному кадру. Там лишний, а тут много. Что-то наградил уже. Ну, ладно. Вот так, эксперимент. Ну, что, хороший? Эксперимент, пускай будет эксперимент. Что-то будет эксперимент. Ну, это уже отсканированная пленка и вытянула видопроеменную пленку в фотошепе. Поэтому он получился более контрастный. Снимает. Эту бы руку до сюда, к этому лицу. Да? Да. Да. Сейчас эту бы руку. Это рыночные сетела. Длиннофокусная оптика, поэтому выдержка у меня была 1,30 и не резко. Потому что заходу. Ну, и совсем-совсем издалека тюрьмиков. Так, нет, да, мне надо убирать вот это. Угу. Вот это. Угу. Это может оставаться, а вот это не надо. Что, вполне хороший портрет. Да. Положи. Да. Реночные. Положи. Где-то, где-то, где-то. Это, скажите, какой репортажный, какой покупки репортажа? Вы знаете, столько колоритов, сколько этюды. Как этюды, честно говоря, меня не очень любят. Продолжение следует. Петриха, понимаешь, мы потеряли вообще вот эту жесткость, резкость, потому что это должно сверкать, каждая пупырышка. Снимите, Полин, спроси, кто и кого, да? Да, кого. Кто-то взял. А? Потому что кто-то взял. Кто-то взял, ну ладно. Жалко, что тут, конечно, нужна резкость, боли же. Ну, вы понимаете, что на рынке там особо свиньи нет. Бежишь. Это макросъемка. Я дорвалась до макрообъектива. Светило потоном одним. Ну, это так, более эксперимент. Да, вот колорит, замечательно. Хотя это и макросъемка, но это очень хорошо и интересный коварит. Мне жалко, что ты отрезал изъемную челюсть. От таких вот два выхода все-таки полностью оставлять. Она усечена здесь. А это бы нехорошо. Она просто будет на полночь. Если так, мы решили. Чем верировало? А? Чем верировало? Ползунком. А, я спросил, чем верировало все я. Чем? Светокоррекционно бывает. Светокоррекционно? Светокоррекционно. Да. Все было недопроявлено, поэтому поскольку это не важно. Это не важно. Все равно это симпатично, вполне симпатично. Если что, мне здесь не хватает, мне не хватает здесь вот этого света. Я знаю. А так это вполне симпатично. И если ты будешь это вообще как-то делать. В принципе, мы не режем. Это тоже будет завершено. Потому что вот в таких вещах, врезанные, то самое что, они не очень нравятся. Все, спасибо. Что нравится? Это все, что нравится, да? Нет. Но это все, что нравится. Что происходит с резкостью? Ну, я не выбрал эту фотографию, потому что... Не потому что не выбрал, а потому что что происходит. В таком плане резкостью должна быть вообще... Ну, дай Бог. Ну, там резко, горизонтально. Ну, нет, я попробовал вертикально и горизонтально, и вертикально мне меньше понравится. Так я на него это надо. Я спрашиваю, что с резкостью будет? Ну, я не заметил. Это же цикарь. Судя по всему, это не так, да? Или так, так? Ну, оно не смотрится. Ну, не смотрится так вот из-за этого светлого пятна внизу. Ну, в большей степени, может быть так, в принципе, когда композиция очень в нижней части светлая, но всегда смотрится с напряжением. Я думаю, что здесь можно откадрировать. Дело не в этом, скадрировать-то можно, а если в этом смысле... Ну да. Если в этом смысле... Либо ее надо разгонять на большой формат, и тогда она, может быть, будет смотреться лучше. А что по краям то есть? Ты же сейчас зарезал... Ну, я отрезал, да. Ну, тут просто... Ну, здесь-то как плоскость входит? Плоскость стены немного в тень, и здесь входит больше в тень. По краям. Понимаешь, она сейчас, в общем, зарезанная. Она зарезанная. Знаешь, от того, что она зарезана... Я же не говорю об этой части. Потому что внизу на мне это вполне возможный вариант. А здесь много лишнего. Тогда уже можно оставлять ее просто вот каким-то вот таким вот образом, чтобы было просветное пятно, продолжение вот этих вот. Значит, так она может существовать, допустим. Но! Опять-таки, здесь надо посмотри, что делать шею. В общем, какая-то литература, понимаешь, которая не слишком... Меня интересует без инвестраций. То же самое касается, кстати говоря, всех ваших рефератов, связанных с фильмами. Потому что жаль, что Ивана здесь кого-то нету. Потому что он принес реферат по фильму. Ни одной иллюстрации. О чем он говорит? О каких вообще эпизодах? Что он разбирает? Так, Николай Николаевич, вступайте. В общем, записывайте себе то, что вам оказалось интересным, для того, чтобы вы потом уже основывались на своих записях. Надя, ты что-то знаешь? Чарльз Бойер, Ингрид Бердман и Джозеф Коттен. Видео. Орифер. Я жалую, орифер. Счастливый. Профильм. Киталия... Вот я иисуса. Есть повреждение. На Гриф. Браконь. Барань. Нет удрожения. Текст идёт через колонки этого, надо этого. Лучше? Не лучше, а хорошо. Тортонская. Если вы с ним ещё не знакомы, мы обсудим картину чуть позже. Я попросил Никиту прийти к нам в связи с тем, что у нас есть некая идея. Я думаю, что Никита сам расскажет. Да? Да. Спасибо, Тарсаныч. Меня зовут Никита, я студент Дмитрия Алексеевича Долинина. Сейчас выпускаюсь, пятый курс. Скоро будем защищать дипломы. И так получилось, что мой мастер Дмитрий Алексеевич Долинин, я не знаю, сдаете вы его хорошо или нет, но его фильмы видели наверняка, он собирается снимать кино. Полнометражное, которое состоит из небольших новэров. И собирается снимать его в качестве режиссёра. И, может быть, это вас удивит, но на самом деле это не будет, вовсе не будет его дебют режиссёрский, потому что он снял уже достаточно большое количество работ именно в качестве режиссёра. Плюс к тому, что он, несомненно, великолепный оператор. Вот. И он позвал меня и моего сокурсника Леонида в качестве операторов-постановщиков этого фильма. И я думаю, что ни для кого не секрет, что сейчас время такое сложное для съёмок кино. То есть, проще говоря, сейчас никто ничего не снимает. Сейчас на Ленфильме, насколько мне известно, там может быть три проекта, и то их уже доснимают, потому что они были на такой стадии, что уже не закрыты. В общем, ситуация достаточно напряжённая. Естественно, в связи с отсутствием денег. Поэтому, но, несмотря на это, мы собираемся снимать кино. И ввиду, так сказать, авторитета Дмитрия Алексеевича и глубокого к нему уважения многих людей на Ленфильме и, естественно, нас, его студентов, ему все идут навстречу, все помогают и так далее, и так далее. То есть, я говорю это, чтобы вы поняли, что, проще говоря, фильм не то чтобы малобюджетный, он такой, я бы сказал, что он по-своему студенческий, только его снимает... Долинин. Да, Ленин. Я хочу согласиться, что это для вас очень хороший шанс, именно вообще попробовать посмотреть на эту профессию. Вы первокурсники, я больше в последний день. Первокурсники, да ещё? Заканчивает они уже. Ну да, заканчивают первый год, само собой. Близки ко второму. То есть, я рискну предположить, что опыта у вас немного, но, может быть, у кого-то больше, чуть больше, у кого-то чуть меньше. Вот. И нам, естественно, понадобится помощь. Я думаю, что вам будет интересно. Вот, в общем, вкратце, зачем я пришёл. Я только хочу сказать, что опыт показывает, что когда... Ну, знаете, вот вы будете снимать свои фильмы в следующем году, или, может быть, уже сейчас кто-то что-то снимает, и вы будете просить помогать людей, своих сокурсников, может быть, кого-то ещё. И опыт показывает, что когда ответственны, когда все ответственны за всё, то редко кто-то что-то делает. Поэтому хотелось бы, чтобы вы сразу представляли, что бы вы хотели делать, за что отвечать. То есть, например, вот обычно ты зовёшь кого-то помогать, и говоришь ему, ну вот, можешь вот свет помочь поставить, можешь вот что-то ещё, камеру подержать, я не знаю, штатив. Тогда никто ничего не делает. Поэтому деление будет достаточно чёткое. Я вот к чему говорю. То есть, у вас, может быть, не будет возможности, там, не знаю, поснимать, постоять за камерой. Скорее всего, у вас будет чёткая должность, за которую вы будете отвечать. И здесь я хочу именно акцентировать, что вы будете за это отвечать. То есть, халатность, она будет... Дмитрий Алексеевич сказал, что на площадке... Секундочку. На площадке лишние люди, зеваки, не нужны. Поэтому сразу задайте себе этот вопрос, хотите ли вы быть в этом. И если вы будете в этом, если вы говорите мне, что я хочу вам помочь в этом проекте, я хочу поучаствовать, то вы будете в этом участвовать. Это значит, что вы будете приходить вовремя, вы будете выполнять свою работу. Вот. Это я говорю для того, чтобы вы не представляли себе, что я приеду, посмотрю, что у них там, попробую. То есть, если вы даёте ответ, то вы даёте его чётко и представляете себе ответственность, которую вы несёте. Вот. Вопрос такой, какие, когда сроки... Естественно, да. И какие вы можете подложить обязанности? По поводу обязанности чуть-чуть позже. Если можно, я уже тогда... Да. Никита, садитесь. Вся история, которую рассказал сейчас Никита, выглядит следующим образом. Дмитрий Алексеевич написал сценарий достаточно давно, вместе со своей супругой. К сожалению, супруга ушла из жизни. Реализовать сценарий сейчас в большом кино практически нереально. Поэтому у нас с Дмитрием Алексеевичем возникла идея сделать это кино силами студентов. Можно было бы пойти по такому же пути, скажем, как снимал картину Максим Дроздов. Я имею в виду бумажного солдата. Но тогда для университета. Максим Дроздов является выпускником университета. И мы все гордимся и радуемся, что у нас был такой студент. Точно так же, как можно вспомнить примеры Андрея Воробьёва или Валерия Лернера или целого ряда других студентов, которые закончили мой курс. И все это очень приятно и, естественно, для университета престижно. Идея, которая сейчас возникла, это сделать эту картину Дмитрия Алексеевича Долинина университетским фильмом, в котором будут работать как постановщики Никита и Лёня Фридман, как студенты-дипломники, не защитившие пока свой диплом. Поэтому те дипломы, которые у них готовы, по моему предположению, сейчас защищены не должны быть. Потому что в противном случае все наши намерения сделать эту картину институтским фильмом рушатся. Потому что студент, закончивший университет, уже является профессионалом, закончившим университет, снимающим точно так же, как Дроздов и все остальные мои ребята, почётными гостями нашего университета нынче. Поэтому я, к сожалению, сегодня, из-за чего я дёргался с утра, я должен был с ректором согласовать целый ряд вопросов, которые согласованы с деканом нашим и с первым проректором. Потому что идея, которую я хочу предложить, заключается в том, что этот фильм принадлежит университету точно так же, как в своё время был первый фильм на студии Ленфильм, дебютный фильм, который возглавлял Герман. И под его эгидой, значит, идея первого фильма, она была профинансирована комитетом Госкино. И таким образом под руководством Германа делалась картина. Я думаю, что наш ректор будет заинтересован в том, чтобы это был престиж университета, с тем, чтобы студенты пятого курса, дипломники, снимали эту картину, а студенты младших курсов работали на этой картине и проходили практику. Вот в нескольких словах моя идея. Думаю, что ректор поддержит эту идею, и тогда может возникнуть уже действительно конкретный разговор. Не только заради Бога, заради Христа, но и может быть вообще какая-то уже помощь Госкино, какая-то помощь нормальная уже финансирование. Пусть это будет незначительное, пусть это будет какое-то небольшое вливание, но тем не менее. Вот почему я просил Никиту зайти к нам, познакомиться с вами, чтобы вы познакомились вообще с Никитой. Поскольку сегодня разговор не идет о том, чтобы вы сегодня уже начали работать конкретно, потому что конкретно картина сейчас находится, можно сказать, в предподготовительном периоде, если я правильно понимаю. Сейчас разбираются вообще сценарные дела. Я полагаю, что, так как мы с Дмитрием Алексеевичем говорили, будут четко разделены между одним постановщиком и другим постановщиком объекты, которые они будут снимать. Они будут, естественно, помогать друг другу, но каждый будет отвечать за свою половину работы. Точно так же все те студенты, которые будут работать на этой картине, будут отвечать за свою работу, которой на картине будет более чем достаточно. Все равно в любом случае вам надо проходить практику. И я думаю, что практика на картине, такой картине, будет чрезвычайно целесообразна. Вот это все. Я сейчас думаю, никаких конкретных ответов не должно быть. Потому что поднятие руки, скажем, я хочу или я не буду, я думаю, что мы сейчас воздержимся от этого. Потому что каждый продумает и взвесит. Через какое-то время там, небольшое, уже будет ясно, что делается с картиной, на каком этапе и как. Когда предполагаются первые съемки, как будет вообще разбито. Потому что ряд актеров согласились сниматься в этой картине совершенно бесплатно. В том числе и Светлана Крючкова. И вообще актерский ансамбль будет достаточно интересный в этой картине. Вот не говоря о том, что сам сценарий мне нравится очень. Думаю, что все те, кто будет знакомы с этим, согласятся с моим мнением. Я бы добавил. Да, хотел бы, чтобы Никита добавил. Если что, такое. А если у вас возникают какие-то сейчас вопросы, задавайте эти вопросы Никите. И тогда уже завершим эту первую творческую встречу коллектива. Ознакомительная. Естественно. Спасибо, Владимир Александрович. Я хотел добавить, что предположительно сроки это лето, где-то начиная с начала июня. То есть, что касается конкретно вашего участия, то рассчитывайте приблизительно с начала июня. Вот так вот. Сколько это продлится, я не могу сказать. Потому что, поскольку практически все участвуют на добровольных началах, в том числе и актеры, под которых мы будем подстраивать свои графики. То есть, съемка будет нетипичная для сегодняшних дней. То есть, когда картина запускается и очень-очень-очень быстро снимается, ввиду дороговизны и так далее. А, скорее всего, она будет, может быть, с каким-то перерывом идти вот так вот, более-менее. Вот. По поводу «За ради Бога» я хотел сказать, что... Не подумайте, что... Нам немножко хотел оговориться по поводу того, что помощь найти достаточно легко. Просто подумайте о том, что это полнометражный фильм, который сейчас практически не снимают вообще. Полнометражный фильм с Долининым в качестве режиссера. Что я считаю, будучи на первом курсе, я бы просто не осмелился бы пропустить такой шанс. Но, тем не менее, задайте себе вопрос, насколько вы хотите в этом участвовать сейчас. Потому что это будет всё-таки серьёзно. Дмитрий Алексеевич настоятельно просил в разговоре упомянуть, что он категорически против зевак, наблюдателей и людей, не занятых делом на площадке. Потому что это всегда очень сильно мешает. Наверное, всё. Давайте сделаем так. Давайте я вам дам свой телефон. Можно вам всем? Да, запишите всем мой телефон, потому что это может быть, в принципе, полезным. Не звоните мне каждый день. Но это, в принципе, на будущее вам будет полезно, потому что я всегда готов помочь советам, ответить на вопросы, которых у вас за пять лет будет, я думаю, очень много. Я полагаю, что вы все видели картину «Беда», которую снимал Никита? Беда? Ой, как она? Бездна. 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 Ну, беда. Все видели? Это даже хорошее название. Вот я просто к тому, чтобы вы знали, о каком операторе идёт речь. А как называлась Леоняна картина? Серьёзные намерения. Дипломные, если вы имеете. Серьёзные намерения, да? Да. Это было вообще на фестивале? Серьёзные намерения? На вот мартовских китах было, да? Да, было, да? Думаю, что пишите. Плюс семь девять два один. Нет, на мартовских. Семь девять три шестёрки. Тридцать один. Вот. Никита, ещё раз, если кто-то не запомнил. Я думаю, что он тоже запомнил. Если у вас сейчас какие-то есть вопросы к Никите, задавайте. Я так понимаю, что съёмки будут в любом случае вместе. Мне просто интересно, что должен сказать ректор. Он должен сказать, что я даю добро на то, чтобы проходили студенты практику, или я даю добро, чтобы это делалось именно в институте? Давайте так, да, я понял вопрос. Давайте так. Оставим его в покое, ректор. Можно я скажу, Дарья Александровна, откровенно, да? Не совсем откровенно. Я воздержусь немножко. По поводу институтских дел. Вы разговариваете с Дарья Александровичем, если вам нужна практика или что-то в этом духе. Я иностранный студент. Я не российский гражданин. Поэтому я учился в этом институте, платил деньги. Поэтому, скорее всего, институт меня... В общем, давайте я проще скажу. Мне хочется, честно говоря, выпуститься уже, защититься, чем у меня есть. Я считаю, не самая плохая работа. Защититься и от института отделаться. Вот я вам говорю так откровенно, как оно есть. По поводу Леони Фридмана я сказать не могу. Это его дела. Поэтому по поводу институтских всех вопросов обращайтесь к Дарья Александровичу. Я к вам обращаюсь просто как к людям заинтересованным. Давайте мы сейчас не будем ставить точки. Хорошо. И по поводу ваших намерений. Ну я просто, я чист перед ребятами. Я говорю, по поводу ваших намерений и по поводу всего остального. Можно все-таки вывесить до конца? А когда можно будет узнать, какой вы можете предложить нам список дел на съемочную площадку? Потому что у нас много, я уверена, что мы сейчас все побежим. Чтобы мы смогли распределить это на собой, какие-то наушники с пологами. Тогда мы сделаем так. Вы давайте не звоните мне вот неделю, давайте точно мне не звоните все. Очень хорошо подумайте. Вы подумали, я подумала, а о чем думать? Что вам делать? Провода мотать кофе, вы же себе в жуткий свет оставляете? Нет, нет, кофе варить вам не придется, я думаю. От чего я, кстати, говорю? Мы сами кучу вы знаете. Мы сами кучу вы знаете. Есть такая замечательная должность, скрипт-герл, которая ведет вообще все дневники и все, что связано вообще с работой картины. И в том числе и кофе. Ничего худого я в этом не вижу. Ну, в принципе, любая работа хороша, потому что вы просто будете смотреть на этот процесс. Мне, например... Скажите, мы можем позвонить, мы можем позвонить, нам все дружно, все на встречах, говорите. Да? Да? Да, по очереди будет. Нет, ну, это один из нас. Или хотя бы скажите, когда вы сообщите об этом. Хорошо. Я бы только хотел... Вот что. Не будем забегать вперед паровозом. Давайте мы для начала все-таки еще попытаемся завершить образование. Потому что кое-что будет зависеть от этого тоже. И уж как и пошел такой откровенный разговор, то я бы хотел, чтобы вы тоже подумали, всем ли это нужно продолжать это образование? Очень хороший вопрос. Нет, ребят, ну, правда, вот посмотрите, у нас в группе набрали 15 человек. К концу обучения я считаю, это мое мнение, я считаю, что серьезно продолжать учиться после первого курса стоило 5 людям из 15. Серьезно, это люди, которые сейчас, как мне кажется, все еще хотят этим заниматься. 5 человек из 15. Профессия достаточно сложная, она не такая, какой может показаться сначала. Она немножко не... В общем, Дарсон очень знает, о чем я говорю, да? Догадываетесь. Догадываетесь, да. Давайте сделаем так, я немножко себя поправлю, да. Давайте через неделю вы между собой, я представил себе, как мне 20 человек в один день звонит, это 24, да. Давайте, у вас же есть старосты или что-то такое, да, или человек, который захочет этим заняться. Вот старосты задавали, вот ручкой. А, хорошо. В пионерском галстуке, я понял. Осия, Осия Гамшина, да. Вы составите список людей, которые предварительно, как им кажется, хотят быть вовлечены, да? И вы мне позвоните, один человек мне позвонит. И мы с вами организуем встречу уже, ну я уж не знаю где, разберемся. И тогда побеседуем с каждым конкретно. Давайте так. Договорились? Договорились. Спасибо большое. Спасибо вам, что помогли. Я очень рад, что вы познакомились и посмотрели в глаза друг к другу. Все очень хорошо. Хорошо. А дальше уже все будет ясно. Я надеюсь, что если не сегодня, то я в ближайший день попаду к ректору, мы с ним поговорим об этом. Хорошо, господин Санченко. Спасибо, что позвали. Да, спасибо. Так. Тогда мы должны завершить наши 14... Опять у нас Нина Николаевна Тульева. Да. Нина Николаевна Тульева. Через минуту. 15 минут. Хорошо. У нас осталось 10 минут, да? 15. Да. Да или нет? Да. Так. Так, прежде всего. Виталий, где диск? О, деда. Мне сколько времени уже обещали вечное сияние чистого разума? Сколько времени? Так, это не ваш диск. А? Это не ваш диск. Это не мой диск. Мне обещали посмотреть, чтобы я посмотрел его хотя бы. Ладно, я очень внимательно буду смотреть. Вообще спасибо. Николай Николаевич, будь любезен, перепиши вот этот диск. Его можно забрать потом? Хотя бы какой-нибудь. Я не собираюсь ничего приватизировать. Нет, нет, погодите. Я вам перейдем. Что? Не одеться, спасибо. Не нужно тебе? Нет, я понял, что меня у меня нет. Хорошо. Хорошо. Итак, давайте все-таки подытожим то, что мы смотрели. Мне интересно, как вы относитесь к этой картине вообще, в принципе? Вам это интересно? Ну, в серединке показалось немного скучновато. Не имею в виду картинки, а по сюжету. Картинки, конечно, по обесподобному. Ну, к концу все-таки уже... Я понимаю, да. Я внимательно смотрел за тем, как вы смотрите, и первую половину картину, конечно, вы пропустили просто так. А скажите, пожалуйста, кто мне может ответить на вопрос, каким образом в этой картине нагнетается напряжение? Да, пожалуйста. Мне показалось, я заметил забавную очень штуку, что, во-первых, звуководоряд меняется. Звуководорядом это поддерживается. Потом характером света, потому что в самом начале мы видим мягкий, немножко такой рассеянный свет. А к середине картины, когда он на нее начинает давить, грани, ну, очень резко высвечиваются все. Большая глубина резкости мы видим. Рябь такая появляется. Ну, немножко ревит уже в глазах от того, что мы видим. Дальше... Значит, я конкретно, для того, чтобы вам проще было, я тут накидал несколько для себя вопросов, на которые я должен потом вам ответить. Вот. Но... Первое. Как образуется тень? Первый вопрос. Второй. Как освещение парного портрета идет? Каким светом и как? Что такое рир-проекция и что здесь снято на рир-проекции? Какое количество света требуется для освещения фонов? Как делаются и пишутся фоны? Каким образом здесь, в одной из центральных сцен, если вы помните, на ее портрете возле камина, сделано мерцание? Каким образом, каким образом, каким образом, во время движения кареты и прочей, на рир-проекции, каким образом проходят тени? Давай. Вот на эти вопросы я хотел бы, чтобы вы мне ответили так. Я понимаю, что 10 минут у нас осталось. И начнем с того. Как делается тень, которую вы здесь видели? Четкая, рисованная, рисующаяся тень, без размазанных контуров. Тень, которая идет... Да. Да, пожалуйста. Есть такой освещительный прибор, по-моему, Джокер. У него оптическая система устроена так, что при освещении объекта мы имеем очень резко общий дольщик. Просто используется освещительный прибор без линзы. Ну, без каких-то оптических. Все, все, да? Прав, прав, прав. Это четко и точно совершенно. Для того, чтобы получить четкую тень, используется точечный, точечный прибор. Без линзы. Без линзы. Потому что, если брать обычную лампу, скажем, обычную, дугаич Москвин, скажем, дугой интенсивного горения, без линзы. Но при этом надо иметь в виду. Я в свое время на своей первой картине сжег актеру глаза. И потом я думал, вообще меня посадят за это дело. Но тут я не очень был виноват. Потому что открытая дуга, ультрафиолет, надо актеров защищать. И я предупреждал актеров. Но он нашел какое-то положение, я ему говорил, левее, правее, правее. Он нашел точно какое-то положение, в котором там была щелка в декорации, где видно было дугу. Я этого не видел и не знал. Но, тем не менее, он смотрел вот в эту щелку. И сжег себе глаза. Это очень опасно. Поэтому всегда надо иметь в виду, либо ставить защитное стекло, либо ставить защитное стекло на прибор, и тогда убирать этот ультрафиолет, либо светить таким образом, чтобы не было. Мы с тенями разобрались. Дальше. Рирпроекция. Да. На рирпроекции снят момент, когда они едут в поезде. Что такое рирпроекция? Рирпроекция – это замена одноцветного фона. Почему одноцветного? Ну, фона каким-либо... Как это делается? Это проектируется изображение сзади, отснятое изображение, где-то на улице. И потом просто вставляется в какой-то... Снимается, в павильоне снимается и проектируется.